Центр славянских культур, в котором мы находимся, является одним из ключевых центров, которые сегодня расположены в нашей библиотеке. Очень много совместных проектов, инициатив и в рамках базового государственного финансирования, и в рамках грантового финансирования с фондом «Русский мир», с фондом «Россотрудничество» и так далее, осуществляется силами сотрудников этого центра, и огромное количество именно совместных международных проектов проходит здесь, важных визитов славянских стран проходит здесь, и всякий раз после визита важных коллег из наших славянских стран, чем особенно примечательен центр, что это не просто визиты, как правило, после них всегда есть совместные проекты, в этом смысле это место живое, место не мемориальное, в котором собрано о том, что было, здесь есть и о том, что было, но здесь больше о том, что будет, и в этом смысле очень важно для нас вот такие мероприятия, как сегодня, очень благодарен Сергею Николаевичу, благодарен вам, коллеге, потому что презентация журнала и презентация книг, особенно журнала, особенно периодических изданий, это всегда не просто история о том, что мы сделали и написали, это история про будущее, это история про то, куда мы движемся, зачастую движемся не только благодаря, но и вопреки чему-то, и вот и в этом смысле деятельность библиотек сегодня, казалось бы, таких традиционных институтов, это деятельность про будущее, потому что мы глубоко убеждены, что культурное сотрудничество, оно лежит в основании любого другого, и без него не может быть полноценного сотрудничества между странами, народами, континентами, и поэтому любое событие, которое мы здесь проводим, оно в первую очередь ориентировано на будущее, и очень рад, что сегодня мы говорим о будущем наших проектов, о будущем славянских стран, о будущем славян и всех наших культурных инициатив. Спасибо, коллеги, очень важное для нас событие, приветствую всех с его начала. Для нас большая честь, что мы находимся в одной из главных библиотек нашей страны, и здесь, в славянском центре, сегодня представляем наш журнал. Если вы обратили внимание, я в данном случае говорю не только Михаилу Олеговичу, всем присутствующим, но авторам это не нужно напоминать, а всем остальным, что журнал «Славяне» был основан в 1942 году, когда был создан славянский антифашистский комитет, когда была предпринята попытка объединить славян в борьбе против гитлеровской заразы, объединенной Гитлером Европы, и он издавался до 1958 года, после чего был ликвидирован, попытались его возобновить в 1990-м, достаточно сложные были условия, и, наконец, мы предприняли нашу попытку возобновить издание журнала только в 2015 году. Мы осознанно, Михаил Олегович, взяли курс, что были у нас колебания, давайте сделаем ваковский. Я говорю, никаких английских слов тут не будет, никакого ваковского. Это общественно-политический, литературно-художественный журнал, потому что для нас очень важно находить узлы единения славян в единую цивилизацию. Причем, когда мне довелось возглавить Международный Славянский Совет, то наши братья из Словакии высказали свою претензию. А что это у вас тут много православных материалов? Вот мы не православные, но мы славяне. Я говорю, мы не скрываем, что мы строим наш журнал на позиции духовно-нравственного стержня православия. Но это не религиозный журнал. Мы тут же опубликовали эту программную статью Дагмары Буловой, которая говорила о славянском единстве с позицией протестантов. Мы говорим, нет вопросов. Чего у нас нет в журнале? Только материалов, которые бы разрушали духовно-нравственные основы общества. И в этом отношении здесь публикуются и очень серьезные научные статьи, но все сноски мы оставляем в редакции, чтобы не забивать голову читателей. Здесь публикуются поэты, публикуются писатели. Есть где-то пробелы, они неизбежны, потому что журнал не безразмерный. Но мы все же выдерживаем вот уже пять лет четыре номера в год. Это, честно скажу, удовольствие достаточно дорогое и серьезное. Потому что, видите, полиграфия мы считаем очень достойная. И мы гордимся, что мы печатаем его в Москве. То есть он полностью готовится здесь. Мы не вывозим за рубеж, чтобы там в Финляндии, как это когда-то раньше было или где-то еще. Вот это свежий номер, многие из вас видят его впервые. Он посвящен проблеме русофобии. Но вот на экране вы видите обложку первого номера, который был посвящен 70-летию Победы. И может быть символично, что мы начали издание журнала «Славяне» с изображения Георгия Победоносца. Что мы против оправдательной, заискивающей позиции. Мы говорим, что славяне должны быть победоносны. Они должны снимать между собой споры, которые есть. Они неизбежны. Потому что даже внутри славянских обществ, и в этом номере вы увидите такие материалы, есть, конечно же, конфликты, которые труднопримиримы. Ну вот Наталья Витренко назвала статью «Вытравливание русского языка, как условие создания нацистской Украины». Или вы видите материал Николая Малинова, где он объясняет, почему против него и против других лидеров движения русофилов в Болгарии возбуждено уголовное дело по обвинению, что они российские шпионы. Ни одного факта, который бы мог как-то быть отнесен к уголовному нарушению, нет. Они открыто защищают братство с Россией. Они открыто требуют, чтобы Болгария вышла из санкций против России. Они все делают публично, в рамках болгарских законов. Но это очень не нравится. Они находятся определенным силам в самой Болгарии. Я, правда, не удержался, я когда с Николаем встретился, а он возглавляет у нас болгарское отделение Международной славянской академии, я ему говорю, Николай, вот ты говоришь, что президент высказался в вашу поддержку, спикер высказался за вас, председатель правительства вас поддержала. А кто тогда против вас? Ответ был простой. Американский посол. Генеральной прокуратурой Болгарии руководит американский посол. Ну вот такие нравы в наше время. Значит, и я хотел бы, пользуясь тем, что ведь генеральный директор человек занятый, он же сейчас сбежит, я хочу упредить его, Виктор Иванович, помогите мне. Я еще представлю тех, кто издает журнал. Вот Виктор Иванович Ремухин, заместитель главного редактора, вице-президент славянской академии. Вот вы повернитесь только, чтобы вас могли запечатлеть не только со спины. Вот так, вот так. Значит, мы максимально, что смогли собрать, здесь отсутствуют уже, к сожалению, два номера, но может быть тоже найдется. Коллеги, особенно приятно, мне Сергей Николаевич сказал, что этих номеров нет еще даже в Итенинге. Нет, я могу сказать, что это первая библиотека страны, где представлен журнал «Хваляк». Так что, надеемся, что своих читателей он у вас тоже найдет. Мы найдем первый номер, если и обязательно к вам вручки. Спасибо огромное, коллеги. И обратите внимание, что среди рубрик у нас в каждом номере представление какого-либо журнала. Вот здесь журнал «Смена», там журнал «Журналист», или журнал «Донбасс», или еще какие-то. Где мы просто говорим о материалах, которые, на наш взгляд, представляют общую значимость. Вот как раз здесь присутствует главный редактор журнала «Журналист». Людмила Владимировна Петрова. Если есть, еще несколько, или отпустите. Коллеги, отпускаем. Хозяина там. Спасибо. 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 Очень приятно. Надеюсь, еще вот так. Тем более сегодня при свидетеле я записался. Криво «Смена» и «Смена» и «Смена» и «Смена» и «Смена». Главная регистратка, которую мы представляем, хотела бы вам вручить журналист. Так, и где Владимир Александрович? У нас… Принялась. 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 14 января журналу исполнилось 100 жизней. 100 жизней? Молодцы. Поздравляем. Просто я хочу, уважаемые коллеги, еще представить слово Десятникова Владимира Александровича, одному из старейших членов нашей Академии, который 50 с лишним лет тому назад был одним из создателей Всероссийской общества охраны памятником истории и культуры. Вместе с Леонидом Леоновым, с Каненковым и с другими он создавал эту организацию. Поэтому, пожалуйста, Владимир Александрович, вам слово. Я подержу, вы можете сказать. Дорогие друзья, я вам засунусь в библиотеку, когда я еще был студент. После демобилизации я поступил на работу, работал в университете скультур, и мы, как говорили, разрешили как студенту записаться в библиотеку. Тогда библиотека находилась в центре Москвы, в маленьком здании, и вот с тех пор прошло больше полвека, 55 лет, больше, 56 лет прошло, как я учил библиотеки иностранной литературы. Я ходил сюда тогда еще и учил английский, французский, немецкий язык и в университете. Но время такое, что практики не было. I forgot English because I don't have practice. Но если я буду заниматься, и мне кажется, что мы все, те, кто получили высшее образование в Советском Союзе, мы будем говорить на тех языках, с кем мы дружим. Вот мне хотелось эти книги... Да, я задержу, а вы говорите, что это такое? Да, книги, которые есть в библиотеке, я подарил, начиная с первых книг, которые выходили, и вот номера дневника русского я в 1963 году вел книгу, которая называется «Дневник русского». И выпустил пять томов дневника русского, и в этом дневнике отражена и моя читательская работа в библиотеке иностранной литературы. И встречи, и дружба, ну, будем говорить, со всеми классиками советской литературы. От Леонова, Шолохова и других писателей. И вот те книги, которые последние года вышли, ну, вот вышел и сборник, вышли, пятый, пятый, шестой номер, Маковца. Маковец благословенный, когда-то отец Павел Флоренский со своими друзьями издавал в Сергиевом Посаде, а я до сих пор работаю в Сергиевом Посаде, числюсь в Сергиевом Посадской организации союза художников, вот он издавал Маковец. И мы попросили разрешение у его внуков сделать Маковец. А они мне сказали, назови Маковец благословенный. Маковец, который издавал отец Павел, он был закрыт в 23-24 году. Арестовали и тех, кто был во главе этого Маковца. И мы возродили этот Маковец в 93-м году. И вот выпустили уже пять, и сейчас работают над шестым номером, и побывали во всех основных странах Европы, где была русская эмиграция. Павел Александрович, выручайте. Рекламент без текла. Рекламент закончен. Я вручаю вам. Спасибо. Уважаемые коллеги, как говорится, что нет лучше подарка, кроме книги, да, и нет вдвойне лучше подарка, кроме собственной книги. И я просто хотел отметить, что в наших центрах, и в том числе в Центре славянских культур, очень много книг именно подаренных. И мне кажется, это во многом определяет атмосферу зала, потому что и атмосферу читального зала, и центра. Мы глубоко убеждены, что у подаренной книги совсем другая энергетика, чем у просто купленной. И в этом смысле мы очень рады и всегда с особенно трепетом принимаем такие подарки. Спасибо огромное. Я хочу представить тех людей, кто у нас несет основную нагрузку в работе над журналом. Я уже вот представлял Виктора Ивановича Черемкина, который у него огромный журналистский опыт, журналистский, руководящий. Он, конечно, давно журналистский маршал, когда руководил пресс-службой и в Государственной Думе много лет, и в Совете Федерации, и в Союзе писателей. Прошу прощения, в Союзе журналистов был заместителем председателя и ответственным секретарем, там не поймешь на них звание маршрустки. И, конечно, когда он включился в работу над журналом, то это было очень серьезное подспорье. Я хотел бы сейчас вспомнить Йоля Станишича. Многие из вас его помнят, потому что Йоля был одним из главных, кто вдохновлял нас на их здание и отвечал за поэтические разделы. Вы помните, какой он был вообще человек жесткий, принципиальный. Я бы сказал, иногда вел себя с юношеским максимализмом, когда он стал говорить, что нельзя существовать московскому институту славянскому, раз у них нет преподавания славянских языков. Правильно, пусть закрывают его. Никаких тут компромиссов он не признавал. И, конечно, то, что его сегодня с нами нет, но в нашем сердце он всегда. Потому что при его вот этой вот истовой вере, возможность славянского единства это действительно для нас память о нем очень дорога. Конечно, вот то, что мы с вами видим, все эти номера стали возможны благодаря команде Павла Игоревича Витринского, которого я хочу приветствовать. И, может быть, несколько слов он скажет. Виктор Иванович, в этом фантом тоже может быть несколько слов. Я хочу сказать, что вот макеты, вообще многие вещи, которые являются символами нашего журнала, проработаны, предложены им и его командой. И мы считаем, что это способствовало формированию своего лица. Что наш журнал все-таки не попадает в тень какого-то другого журнала. вот мы я не говорю, что мы самые хорошие или самые плохие, но мы имеем свое лицо. Я считаю, это очень важно. Спасибо. Вот сейчас Сергей Николаевич рассказал родословную журнала. А у меня стала прерогатива, куда пойти мне из Союза журналистов Москвы. Я там пять лет отработал, и у меня было принятие решения. были большие высокие ступени, но я уже был знаком Сергеем Николаевичем Бабуриным, который возглавил исторический клуб «Мое Отечество» при Союзе журналистов. И мы с ним провели 30 заседаний, разоблачая фальшь, подтасовки и что творят с нашей историей. Забывчивые, а есть и враги. И многие из тех, которые здесь сидят, это наши друзья, это соратники по историческому клубу Союза журналистов Москвы «Мое Отечество». Я всем благодарен, что они нашли время пришли сюда. А я свой выбор сделал. Когда мне спрашивают, а почему, ты же донской казак, а я говорю, что донские казаки это не славяне что ли? И когда я к Сергею Николаевичу «Сергей Николаевич, а вы возьмете меня в журнал, я же все-таки донской казак», он говорит, а что, это не славянское что ли? Главное, вы понимаете, было другое. Вначале Виктор Иванович меня припахал там на историческом клубе. А потом я решил на нем отыграться, потому что ведь самое важное, что он согласился работать как волк, не получая зарплаты. Потому что у нас, к сожалению, зарплаты редакторам, главным, замам и прочим не предусмотрены. это все общественная нагрузка. Спасибо за общественную нагрузку, она меня вдохновляет на подвиги. Сергей Николаевич, ну, пришлось расширить количество, которое у нас не только читателей, но и почитателей. И, знаете, вот приглашаю я здесь известные поэтессы, Надежда Николаевна Дробышевская, которая имеет счастье выступить, которая умеет возможность нас представить в Беларуси. А здесь лучезарный Борис Лапин, вот, который тоже, он не только советский телевизионщик, писатель, но он космологический, ой, космический, то есть поэт. А Александр Николаевич Платочкин, который известнейший человек в мире журналистики. Вот, мы, а несмотря на все наши закрытые посиделки и здесь Александр Павлович Шинкин, Российская газета. Вы извините, пожалуйста, спасибо большое, что вы смогли прийти, несмотря на сложности. Здесь представители всех наших поколений. Здесь есть администрация президента, ну, правда, извините, сейчас он вышел в отставку, но президент другой уже сейчас. Здесь есть люди, которые помогают, которые двигают культуру, которые расширяют наши горизонты. Спасибо вам большое всем, я преклоняюсь перед вами, перед вашим мужеством и талантом. Спасибо, Виктор Иванович. Я сразу хочу сказать, что заканчивается переоформление и перенаполнение нашего сайта Международной Славянской Академии все журналы, все номера в электронном виде будут там размещены и будут доступны для любого, кто заинтересуется тем или другим номером. Обратите внимание, уважаемые коллеги, что публикация стихов, которая здесь у нас имеет место, она сопровождается нашим поздравлением Владимиру Суховскому с юбилеем. Еще раз об этом говорим. Спасибо большое. Но поскольку я родом с севера, вот, Апомор это самое северное славяне, вот, и я еще застал по великим северным рекам с поздругой этажной деревни, я так и написал свидание. Крестьяне севера выжили как цари в одном дворце зимой, в другом все лето, с утра до вечера в окошках две зари сияли как святые палеты, наличники, фронтоны все в резьбе по-царски богато и красиво, зиме лету вы дарили по избе и жили в них вольготно и счастливо, меж избами широких два моста поведь просторная две горницы светлицы жаль сохранили мило места так мало эти царственные лица теперь коль строят много меньше рост ни красоты ни лада ни простора и глядь все меньше родовитых гнезд а больше запустения и разора зачем пустили на дрова дворцы расправились жестоко с кулаками поля позросли во все концы погибло все что строилось веками но кто же так в безумство бросил Русь и вел к самоубийству к разорению сказать его изглаз не берусь на время для раздумья для прозрения в одном из своих утренней победа посвящена великой отечеству на войне есть у меня такие строчки и Русь всегда выигрывала воины когда высок был нравственный закон я сейчас вот прочитаю такое ситрине запущено вечер младенческий слух еще реставрируем храмы пора реставрировать дух тогда с очистительной силой своего возрождения начнем когда мы на родине милые до каждого сердца дойдем грешно божественной минуты минуты вы фея из вечной весны чтобы все женщины всегда оставались феями добра здоровья всем дойдет обращаться спасибо огромное я бы хотел еще отметить некоторых наших создателей журнала ну вот Владимир Александрович Десятников уже выступал я не буду его эксплуатировать второй раз я хочу просто сказать о большой роли которую играет в издании журнала Валентин Михайлович Свининников именно его усилиями в начале 90-х годов этот журнал пытался быть возрожден издавался в Прибалтике и он же участвует с первого номера возрождения журнала Славяне вот уже сейчас дай бог ему здоровья молодец он у нас они у нас не не свадебные генералы и Владимир Александрович и Валентин Михайлович они действующие они действующие немножко пресердностей приняли в состав нашей академии Николая Ивановича Ляна разрешите вручить ему диплом Николай Иванович у нас выдающийся собиратель украинских землячеств славянских землячеств поэтому мы сказали что не нужно никаких доказательств о том какой весомый вклад в славянское единство он всю свою жизнь носит спасибо большое спасибо большое это панец сувенир спасибо большое мне очень приятно что именно здесь в стенах библиотеки именно цель славянской культуры я получаю это состояние этот диплом потому что мы недавно подписали соглашение договор о сотрудничестве между библиотекой и славянским центром и советом землячеств Украины и союзом наций и народов России поэтому мы проводим здесь много мероприятий сейчас в последнее время и дни культуры украинской и мероприятия посвященные Борису Величу Олейнику мы здесь проводили и многие другие мне очень приятно спасибо большое спасибо значит я что хотел сказать вот столько наград было но я бы наградил Виктора Ивановича прежде всего я наблюдал его титанический труд буквально он един во всех лицах он даже и корректурой занимался и версткой занимался и все и в общем результате вышел такой журнал не без некоторых шероховатостей в связи с чем я хочу сделать конкретное предложение мы очень часто собираемся ну я не вас имею визу говорим речи друг другу надо как-то разработать какой-то механизм чтобы больше помогали друг другу ну вот чтобы я вам с корректурой не мог помочь если бы во время или еще это но поскольку меня так представили как-то очень странно я все-таки вас вообще не представили и вы не представили я тогда коротко представлю вышли на эстраду я я начинал в латвийской республиканской газете советская молодежь республиканская но она в книге рекордов гиннеса у нас значит было в латвии два с половиной миллиона населения тираж газеты был 700 тысяч а как называлась советская молодежь я в сибири подписывал отсюда у вас такая эрудиция естественно все вот но потом я попал в москву так немножко поработал там и там и абсолютно случайно попал на телевидение абсолютно случайно ну ладно потом может быть расскажу но я последний главный редактор знаменитый главный редактор популярных и образовательных программ вот это действительно ну ну в общем-то мы создали золотой фонд клуб путешественников в мире животных очевидно невероятное здоровье Сюль Васильевны Белянчиковой этот самый значит человек земля вселенная с Виталий Ивановичем Севастьяновым и нас разгоняли самых первых конечно когда эти бандюганы Березовского пришли ну в общем-то как-то на нас первых пало нам единственным удалось создать свою небольшую компанию она существует вот и более того сейчас мы искренне надеемся что ну во всяком случае пришло новое руководство в Академии наук какие-то блестящие вице-президенты появились целая плеяда их у нас очень самые так сказать теплые отношения я призываю всех кто хочет мы можем помочь немножко все-таки поблизить это надо на телевидении тоже делать в общем-то может быть рассматривать номер в конце вот ну не хватает вот немножечко такого ну при Балтике у нас все-таки первый модульный макет был понимаете и все и прочее и прочее и прочее и самое последнее значит ну еще раз вам большое спасибо за публикацию такую я не знаю правда что буду делать когда приду в Останкино потому что меня человек 20 просило принести журнал еще раз большое спасибо обеспечим журнал все давайте действительно мы в рабочем режиме с вами встретимся чтобы это все спланировать рада поздравить с пятилетием замечательный журнал сегодня очень мало СМИ на славянскую тему выходит мы вообще не представляем что происходит за пределами МКАДа а уже не говоря о том что в славянском мире и то что сегодня вот в Сербии в Черногории выходит 100 тысяч людей защищать свою церковь свои национальные чести достоинства и мы должны об этом знать потому что это нам пример я несколько лет вела пресс-центр у Николая Петровича Бурляева 20 лет назад мы издавали историческую газету с Анатолием Анатольевичем Парпоро это как раз было время 99-й год и есть опыт есть представление что такое славянский мир и в последние годы я вела пресс-центр общества русско-сербской дружбы вместе с покойным Ильей Ильей Числовым и в общем чем могу рада помочь и поучаствовать в работе журнала мы давно знакомы с Сергеем Николаевичем и с Виктором Ивановичем мы начинали еще когда исторический клуб где обсуждали все такие вопросы интересные истории и это было здорово это был такой уютный маленький скажем не знаю да маленький мирок такой куда было интересно и приятно приходить но я хочу сказать о другом что вот вы сегодня вручали журналы Сергей Николаевич у нас был пленум лет осенью государство содружества писателей в Белоруссии проходил и полностью все ваши номера которые нам Виктор Иванович презентовал он знал что мы едем мы подарили союзу писателей Белоруссии это Николай Иванович Чергенец ему подарили и подарили Могилевской областной библиотеке так что ваши журналы не первая библиотека приобрела да затем мы не так давно были на творческой встрече с Липецкими тоже оставили у нас вот было 4 4 комплекта и мы их все развезли и еще один мы оставили в Питере в Михайловской академии и знаете что потом руководитель академии генерал позвонил нам и говорит а почему этот журнал только в нашей академии в Питере приходили с других академий говорит в библиотеку и говорили что очень хотят иметь такой журнал так что ваш тысячный тираж совершенно не соответствует потребностям задумайтесь об этом и спасибо огромное соответствует нашим финансовым возможностям за сотрудничество спасибо спасибо извините спасибо что меня пригласили и даже я не собиралась выступать но вот сегодня мы с Сергеем Николаевичем уже пришли из другого мероприятия по поводу Донбасса там круглый стол такой по поводу инвестиций инноваций вот и я очень благодарна что действительно и совет землячества нашу работу очень хорошо вы заметили и именно нас пригласили и меня как может быть не очень известную поэтессу но все-таки опубликовали и самое интересное я бы хотела здесь знаете сказать очень важное такое мероприятие которое мы проводим в вашем журнале были опубликованы стихи детей Донбасса а мы проводим уже три года под эгидой правительства Москвы координационным советом вот такой конкурс земля родина моя именно подростки и до 35 лет участвуют участники этого конкурса возраст такой и в этом году особенно столько было стихов по поводу такого основного нашего празднования юбилея великой победе нашей дети вы знаете вот за три года я анализирую как учитель стали по-другому не знаю благодаря учителям благодаря атмосфере благодаря тому по-другому пишут и о войне и выстраивают свою гражданскую позицию поэтому если бы в будущем была какая-то еще возможность я бы могла вместе вот с Петром Ивановичем это важная позиция и может быть у вас месяц полтора не больше срока чтобы это сделать вы знаете если вы хотите как у жены номер генерала у меня такое знаете когда едем так и я в принципе нет вопросов я это сделаю если будет необходимость стихотворение это совсем новое вы меня так поймали просто я не знаю сейчас культура создает на все отвечает Черемухин хорошо культура создает душевный рай выстраивая линию традиций суть жизни сохранить она стремится а ты пиши рисуй или напивай культура владеет человеком развитию способствует тона и пробуждает души ото сна открывая сущность век за веком культура твой незримый островок чтоб в океане безысходной страсти преодолеть житейские напасти вокруг себя не ощущая смог культура нас по линии ведет мы жизни мир иной воспринимаем и творчеством судьбу отогреваем и мысленно свой собираем плод я хочу чтобы у нас чтобы наш плод общий славяне действительно знаете плыл а мы будем все этими кто будет подталкивать спасибо спасибо